Епископату Кирилл надоел. Партийный билет есть в кармане? Крестик на шее есть? Кто кем руководит, условно говоря? Путин патриархом и патриарх Путин. Инстинкт прижаться к власти он гораздо более древний. Я ваш, я буржуинский. В церковь ходят большие идеи. Там столько-то процентиков верните. Ну, де-факто это люди, сотрудники Министерства Баруна. Нельзя, чтобы священник расписывался в одном ведомости с товарищем майором. Вот церковь снова идет в подполье. Что сделает церковь? Православный епископат будет в шоколаде. Почему Владимир Путин доверяет Тихону Шевкунову? Как российское государство финансирует русскую православную церковь? И кто имеет шанс стать патриархом после патриарха Кирилла? Об этом и не только в интервью программе «В тренде» в Праге рассказал бывший референт патриарха московского и всея Руси, а ныне эмигрант диакон Андрей Кураев. Добро пожаловать в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Добрый день. Отец Андрей, несколько дней назад Юлия Навальная записала обращение к Владимиру Путину в тот момент, когда мне отдавали тело Алексея Навального. И она посвятила ее, это обращение, фактически, образу Путина как христианина, православного христианина. И, в общем-то, сказала, что Путин де-факто неверующий человек, что это все, что он делает, состояние перед иконами и так далее, это язычество, что настоящая вера другая. Как вы думаете, вот православная, хотя бы часть православной аудитории ее услышит, поймет, о чем она? Этого я не знаю, но, во-первых, я с ней не соглашусь, потому что это такой любимый вид спорта неофитов и интеллигенции, в химической лаборатории дистиллировать какой-то продукт под названием истинное христианство, которого никогда в истории не существовало. То есть были этапы и страны, когда, скажем, под влиянием христианской проповеди ослабевали пункты рабства, а было ровно наоборот, когда, напротив, христианские соборы ужесточали формы рабовладения и так далее. Всякое бывало в истории, также то же самое с воинами. Были воины, которые тушило слово пастыря, а были воины, которые разжигало слово того или иного пастыря, или архипастыря, всякое бывало. Поэтому, к сожалению, приходится ограничиваться самоидентификацией. Партийный билет есть в кармане, крестик на шее есть, ну, значит. То есть Путин православный, с вашей точки зрения? Ну, раз он этого не отрицает, а как бы даже соглашается с такой идентификацией, то да. При этом слово «православный» не означает «добрый человек». То есть, понимаете, слово «христианин», «верующий» — это не синоним каких бы то ни было нравственных квалификаций. Сейчас возьмем просто церковь, ну, вот как институт, как она существует. В 43-м году Сталин вызвал к себе митрополита Сергия, там еще несколько выживших епископов, и сказал, значит, будем создавать церковь заново. Назовем ее так, как она раньше не называлась, подчиняться она будет этому, значит, комитету там по делам религии де-факто НКВД слэш КГБ. Но это будет называться, вот это будет русская церковь. Вы будете делать еще то, что вас попросит государство. Можно ли мы сказать, что сегодняшняя церковь, в которой представитель патриарх Кирилл, это не историческая русская церковь, это просто церковь, созданная в 43-м году. Новый институт совершенно, новая организация. Совершенно нельзя, потому что, я говорю, ничего нового тогда, в 47-м году не произошло. Нельзя, как советские историки говорили, вот с 17-го года началась наша история, она раньше началась. И это тоже очень трудно признать многие люди, что многие, может быть, какие-то болячки постсоветского периода, это не темные прошлые пятна советского, не советские прижитки, а более древние, ранние. Но точно так же и здесь. История церкви началась все равно РПЦ, не с 43-го года. Этот инстинкт прижаться к власти, он гораздо более древний. Кто подсунул Путину или иначе? Кто вы, как вы думаете? Ну, я думаю, что это кто-то в России, возможно, отец Тихон Шевкунов. Его с конца 90-х годов называли духовным отцом Владимира Путина, самым влиятельным православным в России, который влиятельнее патриарха и так далее. Это действительно? Он действительно влиятельный человек? Что он за человек? Расскажите. Во-первых, он искренний человек. И в этом огромный плюс его по сравнению с патриархами. Хоть Алексей, хоть Кирилл и так далее. Во-вторых, верующий человек. Опять же, это большой плюс. И у него есть харизма. Вот чего нет у Кирилла напрочь. У него есть харизма. Есть некое личное обаяние. И Путин именно на это реагировал. Я думаю, не на какие-то слова, а на вот это ощущение человека эмоционального, да, эмоционального, искреннего, цельного, убежденного. И я думаю, что Путину, который жил в мире таких очень своеобразных карьеристов, это понравилось как некий контраст. И поэтому взаимодействие оно было. Возможно, что именно Тихон заложил Путину главную идею первых сроков его царствований, первых, может быть, лет 12-15. Это идея шовинизма. Изначально шовен и шовинизм – это идея, давайте выйдем из состояния гражданской войны. Мы все дети одной родины, мы все граждане одной страны, у нас одинаковые права, интересы и так далее. И давайте вместе работать, не стреляя друг в друга. Изначально шовинизм именно в этом. И Тихон Шевконов. И, соответственно, Путин 1-0 – это вот именно это. То есть давайте проходим гражданскую войну. И Советский Союз тоже часть нашей истории, конечно, российской. И поначалу пропорции было 80-20. 80 – историческая Россия. Даже я бы сказал не так, что, может быть, процентов 30 в речах Путина – это, соответственно, Европа. И мы едины с Европой и так далее, от Владивостока до Лиссабона. Дальше в этот салат оливье добавляется процентов, скажем, 40 России с ее величием от Рюриковича и борьбы с печенегами. И процентов 30 оставшихся – это Великая Советская империя, которая тоже наша, наши деды там и так далее. И в такой пропорции это еще было довольно съедобно. Сегодня, как понимаете, все изменилось. Сегодня уже... Советский Союз доминирует, фактически. Да, естественно, и Запад, и Европа, все забыто. И, соответственно, Советский Союз тоже 80-20% – это великие императоры. Кто кому, ну, кто кем руководит, условно говоря? Путин патриархом или патриарх Путин? Когда человек живет, грубо говоря, в системе, он чувствует порами кожи, вот, что надо, как, да. Потому что, понимаете, это то, что складывается из даже там застольных бесед, из тостов, анекдотов, рассказов, разговорчиков в алтаре, там, и так далее. Как-то понимание того, вот, что, какой мы стрим, грубо говоря, да, что ожидаемо, каков сценарий и прочее. Вот, вот я к тому, что Кириллу не нужно советоваться с Кремлем получать оттуда заказы. Он, скорее, действует на опережение. Он пытается опередить Путина? Да, 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 да. То есть доказать, что я ваш, я буржуинский. Вот, тем более, что когда-то злые языки говорят так, что царствование Кирилла началось с того, что, с точки зрения Путина, было большой ошибкой. А именно в надгробной речи над телом патриарха Алексея Кирилл сказал, тогда еще не патриарх, а местополюститель. Он сказал, что патриарх Алексей принял церковь немощной, гонимой, а уходя оставил ее мощный общенародный, народным институтом. В переводе на язык политологии это означает претензию на то, что это новый институт подлинной власти. Потому что ведь аксиома с вооружением патологии – народ, источник власти. И сказать, что церковь – это народный институт, все равно, что во времена царя Алексея Михайловича сказать, что церковь от Бога, а ты тут не знаешь. Не понятно, кто такой, да. Говорят, что Путин обиделся на эти слова. И, скажем так, поклонники Кирилла убедили его в том, что Кирилла можно допустить на трон, только обратив его внимание на то, что после этого Кирилл упал в обморок. Это правда. На отпевание Алексея. Соответственно, поскольку Кириллу приходится свой имидж в глазах вождя вытаскивать почти что из минуса, поэтому он старается доказать, что я ваш. Хорошо. А кого сейчас хотят епископы? Вот они тоже ходят, говорят, как полагается, про войну, помогают, в кавычках, добровольцам Донбасса или чего-то там такого, и русскому христолюбимому воинству. Чего хотят эти люди в будущем? Вот они какого патриархсия хотят? А какого генсека хотели старея обкомов в 63-м году? Ну, потише такого, как Брежный вы избрали. Совершенно верно. Так же и здесь. Достиг я степени известных, теперь хочу царствовать лежа на боку. То есть вы хотите сказать, что епископату, если вас интерпретировать, епископату Кирилл надоел? Епископату нужна стабильность. Те, кто на вершине горы, им нужна стабильность. Вы уже на вершине и не мешайте. Снизу не подпекает. А вот им нужно обеспечить себя сверху. И для этого им важно, чтобы на вершине был бы не живчик, типа Кирилла или Тихона, а вот человек, типа Алексея или Пимина. Вот человек, которому тоже ничего не надо. Подарки можно завозить, ему говорится, сладкие речи. А он от тебя ничего не требует. Или требует только одного, чтобы скандалов не было. Вот никакой движухи. Без скандалов. Это главное требование от Алексея. Понятно. Не слишком много коррупции. Никаких плясок с семинаристами в саунах. Вот это все не надо. Понятно. Скажите мне, церковь формально отделена от государства в России. Можно обсуждать, хорошо это или плохо, являетесь ли ты искрим или нет и так далее. Но вроде как отделена. В церковь ходят большие деньги. Как нам все время говорят, священники, начиная от уровня приходов, даже самых маленьких и бедных, должны отправлять какие-то деньги. Вот это потом собирается в большую массу. Это действительно не так? Вот как это работает? Объясните. Как работает круговорот денег в церкви? Это деньги не такие уж большие. Второе. Да, действительно, в церкви движение денег снизу вверх. Вот от тех денежек, которые вы в иконной лавке оставляете за отпевание крестины и венчания, и дальше из этих денег идет наверх подпитка епархии и оттуда патриархии. Но в путинские годы появилось и другое. Появилась возможность участия в потреблении различных неправительственных, небюджетных фондов, околоправительственных, когда предлагается принять участие в какой-то программе под названием типа военно-патриархического воспитания молодежи, спортивного, борьба с наркотиками, восстановление памятников культуры или так далее, что-нибудь такое. И под это дело выделяются деньги даже не прямо из бюджета, а вот какие-то вот эти вот фонды. Иногда на условиях отката. Причем иногда отката промежуточного, то есть сама же церковная инстанция, которая централизованного администрации согласовывает. Иногда, я знаю случаи, когда они требуют уже от конкретных получателей в епархии их приходов, а вы столько-то процентиков верните. И, скажем, даже вот просто несколько лет назад была программа строительства где-то в 50 городах домов для архиереев, который был назван Духовно-проскетский центр, под названием шло. А на самом деле это просто резиденция? Это резиденция епископа, да. То есть государство реально через вот эти фонды, по сути, участ, потому что эти фонды находятся под контролем государства, дружественных бизнесменов и так далее. Там метафорического гаспорума, правильно? Да, конечно. Или там критерная программа, многомиллионные программы реставрации, развития каких-то известных монастырей, быть, Валаам, Славки, Троицей Сергея Лавры и так далее. То есть культурное наследие тоже получается. Хорошо. Но вот обычный священник, вот я слышал, что самые нищие, это как раз священники, про которых сейчас больше всего говорят, это священники, ну капелланы, вот все, которые там стоят при армии, военно-морском флоте и так далее и тому подобное, что у них мало денег, что им хуже всего и так далее и тому подобное. Это так или нет? В целом так. Потому что военное духовенство, во-первых, это нечистый феномен РПЦ, РПЦ на очень поздней стадии. Долгие годы только 20 таких должностей было священников в России, российской армии, причем 20, это включая раввинов и мул. И только в последние годы где-то, может быть, до 200 расширили, чтобы эти получали они довольствие. То есть начались, вот тоже дискуссия была очень серьезная и проигранная патриархией, как их называть. Хотели называть их помощниками командира, все-таки стали называть их заместителем командира. Это плохо. Я всегда в те годы, когда дискуссия шла, говорил, нельзя, чтобы священник расписывался в ведомости с товарищем майором. Тогда для солдат он будет подчиненным товарища майора. Это нехорошо, священник должен быть инопланетянином. Хоть в тюрьме, когда приходит. Понимаю, почему. Хоть в армии, да. Но нет, в итоге возглавляет военное духовенство начальник политуправления, генерал. Ты получаешь хороший статус, зарплату, но при этом получаешь подчинение. То есть де-факто это люди, сотрудники Министерства обороны. Получается, да. И поэтому они на него, чтобы они не думали, лично они ориентируются на него. Моя идея была раньше, когда дело искусило, что давайте с ним, опять же, фонд. Пусть Патриархия создаст фонд помощи таким священникам, чтобы они не получали деньги из кассы Министерства обороны. Ну, нет. Патриархия не любит тратить деньги. Слушайте, а вот сам Патриарх богатый человек? Думаю, что да. Он всегда был богатым. Были в 90-е годы публикации о том, что у него в Смоленске был даже свой алмазный заводик, всякое было. Да, это я помню. Ну, главное, как бы, ну, а кто же его проверит? То есть у него совершенно бесконтрольное распоряжение всеми церковными средствами. Что значит бесконтрольное? Объясните бесконтрольное. Ну, кто с него спросит? Вот вы знаете, один, когда умер Алексей Второй, пошла волна мемуаров о нем, и кто-то из олигархов сказал, вы знаете, это такой бессребрянник был. Я вот когда как-то встретился с ним, я подарил ему кредитную карточку нашего банка, безлимитную. Ваше стихищество, вот валютный счет, вы бываете за границей и так далее, что-то надо купить, чтобы не обращаться по новощам, ну, пусть будет Смоленск. А через несколько лет так вдруг поинтересовался в своем банке, что там с этой карточкой, а ничего. Он ей не пользуется, она не нужна. То есть, ну, это люди, которые живут при коммунизме. Часто говорят, ну, понимаете, ну, отец, нельзя их объединять в тяжательстве, они же монахи, у них нет семьи, никому в наследство, ну и что? Ну, скажите, а если я живу в доме, пусть он не записан на мое имя, но я в праве не распоряжаться, делать все ремонты, пристройки и так далее, переезжать, съезжать с него, да, и все это бесплатно. И у меня машина с бесплатным шофером, все коммунальные услуги оплачиваются не мною и так далее. То вы считаете, что это не означает, что, как бы, я живу очень даже хорошо? Вот скажите, мне действительно интересно, отец Андрей, ведь условно, ну, патриарх Кирилл, хорошо, пусть он, пусть какой-нибудь другой архиерий, который там садится в этот Мерседес. Мне, может быть, это не так, но люди видят это, и человек знает, то, чему его учили еще в семинарии, это не соответствует тому, что он делает. Вот у них, что происходит, у них есть какой-то, как это называется, когнитивный диссонанс, у них есть понимание, что есть разрыв между тем, о чем они говорят и что они делают? Иногда есть. И у нас очень любят в церкви истории о том, что вот некий епископ жил в показной роскоши, а на самом деле он уходил спать в какую-нибудь коморку и питался, на самом деле, если не в официальных приемах, то питался порчкой хлеба, просфоркой и так далее. То есть вот лично от баласкета ходил в золоте, потому что так надо ради блага церкви. Таких рассказов много в церковной истории, в современной реальности, честно говоря, я особо такого не знаю, чтобы кто-то так жил именно. Но главное это ощущение, как бы это не я, это церковь. Вот епископы, церковь, они глубоко себя в этом убедили, что так надо. Но в целом, конечно же, эти люди, класс в целом, они прекрасно умеют решить проблемы своей совести. Моя совесть, моя вещь, куда хочу, туда и ставлю. Вы знаете, а как запомнят по-вашему патриаршество патриарха Кирилла? Ведь многие сейчас говорят, что это крайне неудачное патриаршество, это патриаршество, которое закончилось. Я сейчас не обсуждаю, можно ли так говорить или нет, но вот как говорят люди, ну вот он потерял фактически там значительную часть соседних стран, там уходят от русской церкви. Ну, Украина самый, наверное, главный пример, но не единственный. Он тотально починил церковь Кремлю. Это и будет его наследие? Нет. Он останется в учебниках церковной истории, в церковной памяти, как очень хороший и удачный патриарх. Почему? Потому что много храмов построил. А это главное? Потому что расширил присутствие церкви в общественно-государственном пространстве. Это главное. То есть, понимаете, для того, чтобы... Причем даже неизвестить того, какая партия победит, в будущем будет правиться. Если та или иная форма, ну, грубо говоря, путинизма, ну, понятно, что Кирилл это будет святой просто уже, да. Но даже если будет совершенно альтернативная партия, то тем более церковные симпатии будут вот на том, кто... Что было до. Как вот, скажем, для староверов, ну, какой-нибудь там эпоха Ивана Грозного, это просто, ну, вот эпоха церковного процветания благополучия. Все, что было до Никона, это вот как хорошо было, да. И тот же Аввакум сидит в земленой яме, в тюрьме, и при этом мечтает, прямо вслух мечтает, чаю послал бы бог турка, да припростал бы тот проклятого Никона. Перерубил бы шашками, саблями, да. Вот, так же и здесь, то есть, как советские времена верующие ностальгировали по царю-батюшке, как хорошо было тогда. Точно так же они будут ностальгировать по эпохе патриарха Кирилла. Вопрос о смене возможный. Вот, ну, мы не знаем, что будет с Россией после ухода путинского режима. Но если смотреть на, ну, значительную часть молодых людей, в том числе, скажем, оппонентов, нынешней власти, ну, их значительная часть, ну, даже не индифферент, а очень многие, в том числе из-за позиции патриарха, такие практически воинствующие атеисты. Я не знаю, будут ли им играть какую-то большую роль или нет, но, несомненно, волна нелюбви, скажем так, к русско-православной церкви в случае победы, ну, альтернативных сил, с моей точки зрения, вот, предсказуема абсолютно. Ну, и что, церковь снова идет в подполис, церковь проведет прайд, чтобы соответствовать новым временам. Что сделает церковь? Церковь как институт. Все то же самое, ничего не изменится. То есть, что значит ничего не изменится? В начале 90-х годов был период утопический, когда те, кого называли мальчики в коротких штанишках, ставили утопический эксперимент. То есть, что такое утопия? Когда есть понравившаяся книжка, и под эту книжку ты пробуешь перестроить реальность. В России такое часто бывало. Эта книжка называлась там «Типикон при Алексея Михайловича», там «Манифестка мучительской партии при Ленине Троцком», а потом, соответственно, рекомендации творцов рыночной экономики. Так вот, и среди рекомендаций стандартных в учебниках политологии западной было такое. Перед выборами надо заручиться поддержкой основных таргет-групп, в том числе конфессиональных. И для этого нужно встретиться и сфотиться с лидерами конфессии. И поэтому совершенные демократы, вчерашние комсомольцы, которые ни при каких епископах не знали еще позавчера, они стали с ними фотографироваться, что-то обещать, да, я вам этот храм вернусь, а Кайральц ему это не надо, да, денег к чему не приносит. То есть, это стало стандартом политического поведения тогда. Я думаю, что, во-первых, если произойдет совсем радикальные перемены, учебники-то западные не изменились. Поэтому это тоже будет толкать в ту же сторону. Второе. Если это будет правительство демократическое, значит, оно, наверное, откажется от репрессии в адрес церкви. А в самой церкви будет кипеть все тоже. Все тот же рессентимент, все та же тоска по имперским временам, как хорошо было при Путине и Патриархе Кирилле. Это я убежден, это будет много поколений еще. А бороться с этим нельзя. Потому что мы же демократы, мы же не можем вмешиваться в вопрос свободы веры, убеждений людей и так далее. Опять же, там будет своя пресса, свои интернеты, свои проповедники, которые будут это все озвучивать. И поэтому надо считать, что вот это и есть. Простите, а что вы сделаете с мусульманскими регионами? Это понятно. Понятно, что сейчас система работает с традиционными конфлистами, что с мусульманами, что с православными одинаково. Лишат денег, скажут, что больше нет фондов. Еще раз скажу, вы лишите фондов мусульман? Может и лишат. Вот это я убежден, нет. А дальше, соответственно, при Путине православные стучали в двери администрации, а следом за ними очередью выстраивались все остальные. А при следующем режиме все будет в обратном порядке. Стучаться будут мусульмане. А за ними будут присоединиться? А почему? Потому что они много и они активные. Во-первых, их стало и будет гораздо больше. Во-вторых, их политическая активность гораздо выше. И с точки зрения и электоральной, и даже просто с точки зрения выживания, они активнее и опаснее. И значительнее. Опаснее для власти? Для власти, конечно. Поэтому безусловно. С ней надо быть в диалоге. Этот диалог, как всегда, решается подкупом. Традиции такие. Причем надо понимать, что в мусульманской традиции, в исламской традиции подкуп и коррупция оцениваются не так, как в европейской. Там другая культура подарка это называется. Она просто другая. Ну и, соответственно, дальше у православного будет железный аргумент. Почему у нас в России вы мусульманам даете это, а нам не даете? То есть, никакая бы власть следующая не была, она не избежит взаимодействия с так и называемой традиционной конфессией. Православный епископат будет в шоколаде. То есть, что-то может поменяться, если придет режим исламской власти или китайско-коммунистической. Опять, этот опыт хорошо знаком. Это будет советский опыт выживания. То есть, здесь тоже ничего нового придумывать не придется. И главное, надо понять, что религия — это все-таки феномен антропологический. Поэтому независимо от имиджа церкви, какие тогда могут уходить люди, поколения, но в каком-то возрасте, точнее говоря, в каких-то ситуациях жизненных все равно будут обращаться. И если у меня горе, потеря очень близкого человека, то мне не важно будет, за кого батюшка призывал голосовать на прошлых выборах. Если он это делал, какова политическая генетика этого епископа. Мне надо просто прийти, и этот батюшка функционал. Вот в этом плюс православия. То, что здесь нет личности. Священник в типовом мундире произносит типовые слова, которые не он написал. И поэтому очень легко абстрагироваться. Вот в эту минуту этот человек произносит какие-то вечные слова, хорошие, традиционные, в которых нет ничего актуального. Ну не будет же это гудеевская молитва о победе, да? Она уйдет, конечно. А все остальное, оно типовое, древнее. И поэтому это то, что и помогает церкви перескакивать по ступенькам истории. Мамы умирали у большевиков, и большевики их отпевали. А сейчас Андрей Кураев. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова